Продолжение следует... ...чтобы Он напомнил вам каждого человека, которого вы не простили. И что вам может помочь, это то, что вы подумаете... ...подумайте о тех событиях, когда вы испытали какую-то боли или обиду. Вспомните людей, которые связаны с этой обидой, обидами. Вспомните моменты в вашей жизни, когда вы были злыми. Скорее всего, с этим связана нанесенная вам обида. Это только вас лично касается. Можете записать это на своих тетрадях, на листочках. Запишите имена людей, которые обидели вас. Вспомните. 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 Те, кто всех простил, то можете не писать. Подумайте, в общем, помолитесь сейчас. Не отвлекайте друг друга. Возможно, это наши родители, братья-сестры, друзья, которые предали нас. Учитель или лидер, который, как нам кажется, неправильно к нам относился. Кто, может быть, поставил нас в неловкое положение? Кто клеветал на нас? Возможно, кто-то испытал насилие. Это могло быть словесное давление или насилие, то есть унижение словесное. Кто причинил ущерб физически? Может быть, кто-то даже пережил сексуальное насилие. Мы можем также злиться на организации или учреждения. на группу людей. Да, на правительство, конечно же. на предыдущую церковь. Всю причем. Кое-что, что я вас еще попрошу сделать, это может быть сложным. Я хочу посмотреть на ваш список людей или организаций. Обычно, с каждого вы можете вспомнить какой-то случай, связанный с обидой. Но прежде чем мы сконцентрируемся на обидчике, мы должны сконцентрироваться на своей части. Неважно, что они сказали или сделали. Какова была ваша часть и ваша часть? В чем вы были неправы в этой ситуации? Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Когда вы будете сейчас молиться в тишине, когда вы будете просматривать свой список, скажите, Боже, я был неправ в этом, потому что сказал вот это или сделал вот это. Я беру ответственность за это на себя. Я прошу прощения за свой проступок. Просмотрите ваш список. Отдайте все эти встречи, события Богу. Возьмите ответственность за это и попросите Господа просить вас. Возьмите время, чтобы сделать это. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу, чтобы вы поняли, что Господь понимает вашу боль в этих ситуациях. И Господь как бы убирает временные рамки. В одно мгновение Он может видеть и прошлое, и будущее, и настоящее. Поэтому Господь, Дух Святой может вернуться в тот момент и исцелить ту боль, которую вы испытали. Принимайте исцеление от Духа Святого, когда вы встречаетесь с Ним. Пусть Он исцелит вашу боль. Пусть Он утешит вас. Он знает, с чем вы сталкиваетесь. Он знает, через что вы проходите. Пусть Он утешит вас. Пусть он утешит вас. Решите простить ваших обидчиков, назовите имя, назовите, что они сделали, и скажите, что вы прощаете их. И пройдитесь по вашему списку. Отец, я прощаю этого человека за то, что он сделал. Увидьте, как вы отдаете этих людей Богу, и как бы заберите свои притязания с этих людей. Опять же, назовите по имени этих людей и скажите, Господь, я отдаю тебе вот этого человека. И поступи с ним так, как ты хочешь, Господь. Даже если умерли, все равно можете сделать то же самое. Я забираю назад любые притязания на этих людей, на их судьбу. Даже я доверяю Боже тебе это. И теперь я прошу, чтобы вы назвали каждого по имени опять же этого обидчика и благословили Господа, попросили, чтобы он благословил этих людей, эти организации, личность. aptor, и благословил Субтитры сделал DimaTorzok И скажите Господу, что вы не хотите больше принимать обиду обратно. Попросите Духа Святого помочь вам иметь сердце прощающее в отношении этих личностей. Попросите Духа Святого помочь вам иметь сердце прощающее в отношении этих личностей. Проведение и отношении. Мы благодарны, что ты очищаешь и омываешь нас кровью Ишуа. Что ты сделал нас чистыми перед тобой. Что Ты соединил нас с Собой. Мы благодарны, что мы можем жить в мире с Тобой. Мы можем жить без всяких барьеров между нами. Мы благодарны Тебе за это, Господь. Спасибо, что мы можем жить, мы выбирать эту жизнь по заповедям Твоим. Спасибо, что эти люди решили прощать так, как Ты им простил. И, Господь, Ты сказал, что если они будут прощать, Ты продолжишь, чтобы прощать их прощать. Ты будешь продолжать высвобождать Своё прощение для них. Господь, в чём бы ни была испытана боль или обида, я прошу, чтобы Ты принёс утешение и исцеление. Где была горечь, ненависть или противодействие, отвержение, я прошу, чтобы Ты заменил это любовью, милостью, благодатью и состраданием. Наполни их сердца Твоей любовью для других. Господь, наполни их своим присутствием, чтобы мы могли сразу же отвечать обидчику с любовью и милостью. Я благодарю, что Ты верен Своему Слову, Господь. Я благодарен за то, что Твои люди сегодня высвободили. Они получили свободу, потому что они верны Тебе. И они решили благословлять, вместо того, чтобы проклинать. Я молюсь об этом во имя Ишио, Мессия. Аминь. Кто-то из Вас будет спать лучше. Хорошо. Ваше выражение лица будет отражать теперь любовь Божия. И на Вас будет приятно посмотреть наконец-то. Вставка переводчика. И слава Божья будет сиять на Вас и через Вас. Выбирайте разрешать свои проблемы быстро и не позволять горечи войти в ваше сердце. Хорошо. Завтра. У нас еще два раздела, касающиеся прощения. Вам будет интересно. Мы завтра планируем закончить чуть раньше. И сейчас у нас есть время для вопросов и свидетельств. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok